ГИБДД Волгограда грозит перекрыть все дороги в городе. Они не соответствуют ГОСТам. Огромные ямы становятся причиной почти половины аварий. И это при том, что в прошлом году на ремонт дорог выделили огромную сумму 900 миллионов рублей. Но ситуация лучше не стала. Не случайный вопрос о дорогах жители города чаще других задавали Владимиру Путину во время недавней прямой линии. Вероника Богма подробнее. Рядом со Стеллой, гласящей о том, что здесь въезд в город-герой, в пору ставить камень с надписью «Направо поедешь, доедешь, прямо машину потеряешь». Да потому что там колеса отрываются, там ехать невозможно. Вот здесь дорогу более-менее, поэтому здесь и ездим. Пенсионерка Лидия Терехова, хоть за рулем автомобиля никогда не сидела в своем звонке на прямую линию с президентом, говорила именно о дорогах. Стыдно ходить по такому городу, городу-герою. Обидно, ужасно обидно и прям стыдно даже за него. Вот и все. Поэтому я и позвонила. В этой мастерской 80% обращений – ремонт подвески. Случаи Романа Соломахина скорее исключение. Работы по ходовой части его машины оплачивают дорожники. Он не поленился потратить целый год и доказать их вину через суд. Люди у нас попали в яму, приехали в сервис за свой счет, отремонтировали и забыли. Поэтому дороги у нас такие остаются. Дошло до того, что ГИБДД собиралась полностью перекрыть движение по аварийным улицам. Основная масса дорог у нас просто не соответствует стандартам, мягко говоря. И можно сказать, что разрушены. Чиновники мэрии во всем винят многолетние недофинансирования. Но в прошлом году пришли большие деньги – 900 миллионов. Их некому было освоить. В прошлом году было выделено огромное количество денежных средств. И объемы работ было необходимо было выполнить колоссально. Оказалось, что не готовы были те подрядные организации, которые вышли на конкурс. В 2018 году город-герой Волгоград будет принимать чемпионат мира по футболу. Понадобятся ли спортсменам и болельщикам внедорожники, чтобы по нему перемещаться. Общая протяженность дорог Волгограда больше, чем путь отсюда до Москвы. 1700 километров. И большинство из них разбиты. По статистике ГИБДД являются причинами почти половины аварий. Только за три месяца в них пострадали 98 человек. 12 погибли. Вероника Попова, Антон Кичичия, Владимир Шумаков и Денис Денисов. Вести. Волгоград.